Осилить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать умственные способности. Сегодня в Уфе стартует спартакиада «Кадет при Волжье». Этим утром учащиеся Чебоксарского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова выехали на соревнования, чтобы защитить честь республики. А перед важным состязанием с будущими офицерами встретилась наша съемочная группа. Смирная, равняная, правая! Синхронно чеканить шаг, обладать мастерством строевой подготовки, уметь быстро разбирать и собирать оружие, а также метко стрелять из него. Этими военными приемами должен владеть каждый кадет. Однако на конкурс выбирают самых лучших. В честь нашей республики в спартакиаде «Кадет при Волжье» будут защищать 20 старшеклассников Чувашского кадетского корпуса, которые за ближайшие 4 дня должны будут показать все свои положительные качества и приобретенные за годы учебы навыки. Впрочем, в последние несколько недель ребята оттачивали свои умения особенно усиленно. Чем больше тренировок, тем выше шансы стать лучшими среди воспитанников шести кадетских корпусов ПФО. Тренировки проводятся в усиленном режиме. С утра мы бегаем отдельно от всех, пробегаем больше, быстрее. После проходим полосу препятствий и идем на турнике, подтягиваемся, выполняем элементы различные. Патриотический настрой прослеживается и в культурной программе конкурса. В своем творческом номере ребята постарались представить, как раньше чувашские женщины провожали в армию и на войну своих мужчин. С любовью мастерицы вышивали носовые платочки и дарили солдатам, как символ того, что дома их ждут целыми и невредимыми. Кроме того, в короткую программу постарались включить историю войны и рассказать о страданиях тружеников тыла. Ребята выбирали сами, они работали со специалистами отрасли культуры, которые им помогали, но выбрали именно те направления, что им близко. Не просто это наш профиль, а близко именно патриотизм, участие в защите Отечества. В состязаниях кадеты должны показать и свой уровень интеллекта. Ребятам предстоит ответить на вопросы викторины, пройти комплексное испытание в форме ГИА и даже писать сочинение на предложенную тему. Но педагоги уделили подготовке ребят достаточно времени, так что в кадетском корпусе воспитанников ждут только с победой. Малобороты налево! Екатерина Храмкина, Алексей Янейкин, Святослав Петров, Вести, Чебоксары.